Каждый самарский ребенок от 5 до 18 лет сможет бесплатно заниматься в секциях и кружках. Право на это дает сертификат на дополнительное образование. Для родителей запустили специальный навигатор, чтобы им было проще определиться, куда везти своих детей. Это стало возможным благодаря реализации региональной программы «Успех каждого ребенка», который является частью национального проекта образования. В этом году в Самаре появятся новые места в детских дошкольных учреждениях. Откроют двери три детсада. Будут организованы ясельные группы в пяти помещениях, расположенных в жилых домах. Двум зданиям предстоит реконструкция. В городском департаменте образования обсуждают возможность пристройки корпусов детских садов к школам. За каждой цифрой стоят не проценты, а люди. За каждой цифрой стоят наши ясельные воспитанники, наши детские сады, наши новые учреждения, наше новое оборудование. Поэтому, чем вы ближе сами восприняйте эту тему национальных проектов, тем, наверное, и наши с вами родители будут теплее к нам относиться. Еще одна приоритетная задача нацпроектов – это оздоровление школьников летом. В июне откроют свои двери 192 лагеря дневного пребывания. В них отдохнут почти 15 тысяч детей. Дети не только здесь оздоровлялись, но, конечно же, они еще достигали основу леквистики. Леквистики – это английский язык, немецкий, французский язык – это все в уникательной форме. Мы считаем, что вот эта смена нам удалась и надеемся продолжить в этом году. Без внимания не оставят и волонтеров. Городские власти на развитие юно-армейского добровольческого движения из бюджета выделили более 3,5 миллионов рублей. Кроме того, в Самаре до 24 апреля будет проходить городской интернет-фестиваль «Конкурс школьных хоров». Не смолкнет слава тех великих лет, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Принять в нем участие может каждый. Елена Малюцина, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События.